Для местной власти и жителей Славянского района 2016 год был годом сотрудничества в решении самых разных вопросов, касающихся всех сторон жизни. Основным показателем работы органов местного самоуправления является наличие конкретных дел, убежден глава Славянского района Роман Сенеговский. Поэтому в отчетном году глава и его команда выполняли поставленные задачи по экономическому и социальному развитию района, модернизации коммунальной инфраструктуры, формированию благоприятной городской и сельской среды. Это серьезная работа и большая ответственность. Ответственность прежде всего перед людьми, жителями района. Эффективность деятельности администрации оценивается населением через повышение уровня качества жизни. И чем полнее районная казна, тем больше средств можно вложить в развитие территории. Хорошие показатели в прошлом году демонстрировал реальный сектор экономики. Положительные темпы роста сложились во многих отраслях. Но лидерами оказались промышленность, агропромышленный комплекс и розничная торговля. На территории района в отчетном году успешно работали сельскохозяйственные предприятия. Собран рекордный урожай плодов и фруктов. 30% кубанского риса произвели в Славянском районе. Развивалась современная инфраструктура для хранения и переработки риса с рца. За прошлый год выросло количество личных пособных и крестьянско-фермерских хозяйств, которые воспользовались государственной субсидией, покрывающей часть затрат на производство. Мы стали здесь строиться и не подрассчитали свои финансы. И стали понимать, что построить-то мы построим, а выращивать уже как-то нужна помощь. Администрация помогла субсидией. Ну и сразу как-то лучше пошло. Своё развитие получила отрасль переработки сельскохозяйственной продукции, которая является надёжным экономическим фундаментом нашего района. Рисовые и консервные заводы выпускали продукцию, способную удовлетворить вкусы самых взыскательных потребителей. В 2016 году в бюджеты всех уровней на территории района поступило 4,1 миллиарда рублей. 81% всех районных расходов в прошлом году был направлен на социально-культурную сферу. Отсюда и термин – социально ориентированный бюджет. В течение года администрация района успешно решала ключевые задачи. В 13 поселениях работали структурные подразделения многофункционального центра Славянского района. Жители имели возможность получить большой спектр государственных услуг, обращаясь по месту жительства. Наиболее востребованными были постановка на очередь в детский сад, выдача паспорта, открытие предпринимательства и сделки с недвижимостью. Жизнь показала, что МФЦ экономит время и очень удобен для населения. В этом уже не надо никого убеждать. Продолжалась работа по реконструкции медицинских учреждений, покупке транспорта и оборудования для ЦРБ. Наиболее значимыми проектами ушедшего года можно назвать строительство офиса врача общей практики в станице Черноярковской и приобретение новой современной рентгенустановки в Петровскую поликлинику. Все ехали в город, чтобы пройти рентген. Сейчас это направление закрыто, Забольский, Черноярковское поселение, все сюда намного ближе. Персонал довольно-таки профессиональный, общительный, рассказывает все. Ну, по крайней мере, отзывы хорошие у людей. Врачами районной больницы проведено 23 дня здоровья, во время которых консультацию получили 2000 человек. Пока еще Славянский район испытывает нехватку врачебных кадров, но принимаемые администрацией меры по привлечению докторов в район дают свои результаты. На работу в Центральную районную больницу за год пришло 20 врачей. В Славянском районе созданы очень хорошие условия для медиков. Ну, в свою очередь, мы, молодые специалисты, будем стараться поддерживать медицину на очень высоком уровне. В прошлом году 1350 малышей впервые пришли в детские сады. Среди них – юные жители поселка Рисового и хутора Барониковского, для которых открылись новые группы. Всего за пять лет введено 1100 новых мест. Не меньше внимания администрации района уделялось улучшению условий в получении основного и дополнительного образования школьников. За счет краевого и муниципального бюджетов в школах и детских садах приводились в порядок спортивные залы, менялись окна, ремонтировались кровли и инженерные сети. Наши учителя одержали победы во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок». В краевых – за нравственный подвиг учителя и лучший кабинет кубоноведения. Стали лауреатами премии губернатора края по итогам конкурса «Лучший учитель». Конкурсы профессионального мастерства позволяют педагогам района совершенствовать свои навыки и мастерство для того, чтобы обучать и воспитывать талантливых учащихся. По результатам ЕГЭ район вошел в десятку лучших в крае по профильной математике и русскому языку. Учащиеся Славянского района стали лауреатами премии государственной поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта образования. Победителями Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» призерами Краевой научно-практической конференции «Эврика». На Всероссийских интеллектуальных соревнованиях, зональных и региональных олимпиадах наши ребята заняли 23 призовых места. У нас, как и на Кубани в целом, создаются все необходимые условия для занятий физкультурой и спортом. Мы с уверенностью говорим – Славянский район – территория спорта. 2016 год не стал исключением. Спортивная база района работала как для спорта высоких достижений, так и для массового. В 2016 году из 130 тысяч жителей муниципалитета более 58 тысяч человек регулярно занимались спортом. Спортивную копилку района в минувшем году пополнили 925 медалей на соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней. 168 спортсменов вошли в состав сборных команд Краснодарского края, 11 – в состав сборных России. В районе за год подготовлено более 3000 спортсменов массовых разрядов. 21 – кандидат в мастера спорта. Три воспитанника удостоены звания мастер спорта России. 2016-й стал годом подтверждения высокого класса наших спортсменов в комплексной молодежной спартакеаде Кубани. В общем зачете наши ребята уже в 15-й раз стали первыми в крае. Укреплению спортивной славы района способствовали постоянные тренировки и соревнования, которые проводились на базе наших современных спортивных сооружений, таких как легкоатлетический манеж «Олимпийц», спортивные комплексы «Лидер» и «Триумф». Ежедневно эти объекты эффективно работают и доступны каждому, кто желает заниматься спортом для здоровья или достижения спортивных результатов. Славянский манеж, в котором мы сегодня находимся, в такой дисциплине «Олимпийц» имеет лучшие оборудования «Лидер» и «Олимпийц». Одно из лучших оборудований российской федерации. Не менее важным для наших жителей является развитие культуры. Культурно-досуговое учреждение, народные самодеятельные коллективы, яркие праздники в городе, станицах и хуторах – это визитная карточка Славянского района. Основная цель всех мероприятий – сохранение кубанской культуры, вовлечение жителей района в полезную деятельность через творчество, раскрытие их талантов и способностей. Отрадно, что в районе растет достойная смена всеми любимых коллективов. У таких ансамблей, как «Самородок», «Ритмопланеты» появились детские коллективы-спутники. Дом, семья – добрые семейные традиции, всегда почитаемы в нашем районе. Так повелось испокон, так завещено предками. Славянский район – одна большая дружная семья, где каждый получает необходимую поддержку и защиту. Восьми ребятам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были вручены ключи от новых квартир. Все новоселы этого года – студенты различных вузов и техникумов Кубани. Получение квартиры ребята расценивают как серьезную платформу для построения своего будущего и по окончанию учебы хотят жить и работать в Славянском районе. Я очень рада, что получила квартиру. Как раз перед Новым годом это все лучший подарок на Новый год. В течение года администрация района поддерживала множество молодежных проектов по военно-патриотическому направлению, студенческому и школьному самоуправлению, туризму и бардовской песне, интеллектуальным играм. Для молодежи города и района продолжалось создание условий для занятий спортом шаговой доступности. Все это делается с одной целью – чтобы школьники, студенты, работающие молодежь, имели возможность нравственного и патриотического становления, физического развития и культурного досуга. Наряду с социальными проектами, реализация которых идет на нашей территории при поддержке администрации края, никто не отменял решение ежедневных муниципальных проблем – ремонт дорог, установку освещения, бурение водонапорных скважин, строительство котельных, благоустройство населенных пунктов. Газифицирован самый отдаленный населенный пункт района – хутор Деревянковка Забойского сельского поселения. Сейчас стало намного проще. Мы утром встаем, заходим в кухню, здесь тепло, уютно, горячая вода, год чая, сидим, чай пить у нас. Мы очень рады, мы довольны. Все это позволило продолжить создание в районе комфортной среды для жизни людей. На комплексные работы по благоустройству города, поселков, станиц и хуторов, озеленению дворов и улиц, созданию зон отдыха, оборудованию парков и скверов израсходовано свыше 120 миллионов рублей. Я и родилась, и все время тут. Хаты, станица. А сейчас не узнать, где парки, до слез красота. В каждом населенном пункте района сегодня есть красивая детская площадка. Вот уже третий год подряд по инициативе главы района продолжается эта работа. На Рада с Детям в прошлом году в городе и районе установлено 17 современных игровых комплексов. Там, где они появились, у людей возник повод для позитивной оценки работы муниципальной власти. Сейчас приехали в гости, а тут красоту такую сделали. Решили вот прийти тут погулять. Дочке очень нравится, красиво. И парк хорошо оборудован, место стало, да? Очень детям нравится. Главный критерий работы власти на благо земляков, безусловно, мнение жителей, их удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления. Социологические исследования, проведенные в сентябре 2016 года, показали, что положительная оценка деятельности главы и его команды остается стабильно высокой. Люди ощущают внимание власти к вопросам экономики, социальной сферы, развитию поселенческой среды, оценивают жизнь в нашем районе как стабильную и благополучную. Об этом говорит и поступательный рост демографических показателей. В прошлом году родилось 1500 малышей, 10 раз на свет появлялись двойни. Зарегистрировано 900 браков. У нас 1520 многодетных семей, имеющих трое и более детей. 2016 год уйдет в историю, но нам он оставит удобные вымощенные плиткой тротуары, играющие подсветкой фонтаны, дизайнерские клумбы, аккуратно подстриженные газоны и многое другое, о чем еще вчера можно было лишь мечтать. И это правильно. Человеку свойственно идти в ногу со временем о власти, работать на опережение, созидать. Впереди предстоит большая и напряженная работа. Потребуется приложить максимум усилий, чтобы сделать экономику развитой, бизнес ответственным и социально ориентированным, дошкольное образование доступным, здравоохранение эффективным, а жизнь жителей Славянского района комфортной. Нет сомнения, что наше кубанское трудолюбие, единство, желание слышать и понимать друг друга, помогут нам справиться с любыми задачами. Ведь любые трудности можно преодолеть, когда народ доверяет власти, а власть работает на благо людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова